Здравствуйте! Это Актуальное интервью. Я Татьяна Черемкина. В студии председатель Государственного комитета Республики Саха-Якотия по занятости населения Степан Иванович Москвитин. Здравствуйте, Степан Иванович. Известно, что Госкомитет по занятости населения подготовил проект указа главы республики о запрете привлекать иностранных граждан в некоторой сфере деятельности. Сейчас широко обсуждается этот документ. Расскажите, пожалуйста, подробнее о нем. Федеральным законодательством предусмотрено и дается право субъектам Российской Федерации. В части тех иностранцев, которые заезжают на территорию Российской Федерации по патентам, регулировать направление их деятельности. В этой связи, значит, Госкомитет, мы сотрудничаем с Академией наук Республики Саха-Якотия и ежегодно готовим отчет об эффективности использования иностранной рабочей силы на территории Российской и Республики Саха-Якотия. Но последние данные говорят о том, что эффективность все-таки падает, потому что иностранцы не только приносят доход во внутренний региональный продукт, но и, конечно, пользуются медицинскими услугами, образовательными, детскими садами и так далее. В этой связи, конечно, было получено поручение от главы Республики Саха-Якотия подготовить на этот год такой указ. В этот указ мы внесли 14 направлений по Акведу, в том числе, значит, это касается выращивания овощей, рыболовства, рыбоводства, такси деятельность, образование, здравоохранение и некоторые другие. Детские сады, где вот эти иностранцы, в основном это Таджикистан, Узбекистан, Украина, Азербайджан и Молдови, ну и не имеют права работать. Я думаю, что в течение этого месяца данный указ будет подписан и вступит в силу, и в течение календарного года он будет действовать. Ну а дальше, значит, что называется, будем смотреть. Конечно, наша задача – это защита местного рынка труда от иностранной рабочей силы, если можно так сказать, и преимущественное право, чтобы наши трудовые ресурсы, вот трудоостроили, на те вакансии, которые на сегодняшний день есть, имеются. В целом я хочу сказать, что по правилам регулирования иностранной рабочей силы федеральным законодательством определены три группы стран. Это у нас страны, которые заезжают по патенту, это страны СНГ, вот то, что я назвал, да, пять стран. Это страны Содружества Еврозес, это общий рынок, туда входят четыре страны, это Киргизия, Армения, Казахстан и Белоруссия. Четыре страны, они имеют право въезжать на территорию республики без всяких ограничений. Да, то есть их этот документ никак не каснется. Их этот документ не касается. Вы знаете, есть таможенный союз, это делается для создания общего рынка, тоже имеет свои плюсы и минусы. Вот граждане данной категории, они, конечно, встают на миграционный учет, в управлении внешней миграции, Министерства внутренних дел, они ведут этот учет. На сегодняшний день, конечно, наибольшее количество, конечно, у нас в Киргизии, так, их порядка восьми тысяч человек. Далее, значит, Армения, пять с половиной тысяч человек, Казахстан и Белоруссия, но их не так много, да. И вот третья страна, это страны дальнего зарубежья, которые въезжают на территорию Российской Федерации по визе. У нас в основном это китайцы, да. Китайцы работают на сегодняшний день и в ресторанном бизнесе, знаете, да, они работают сегодня. И в строительстве. И в строительстве, но незначительно, но работают так. Работают, значит, сейчас осваивают рынки автосервиса и так далее. А вот за 2017 год от работодателей на территории республики поступило на них заявка 1654. Ну, именно с Китайской Народной Республики, да. Сегодня правительству дано разрешение на въезд только 278, да, то есть мы смотрим. Ну, надо сказать, что вот мы тоже мониторим субъекты Российской Федерации. Сегодня, наверное, самые жесткие условия вот в республике Саха-Якутия. Вы знаете, работает трехсторонняя комиссия, трехсторонние работодатели, органы власти и профсоюзы. И принимаются решения по уровню заработной платы, которые они будут, значит, получать здесь, да. Мы их повышаем. Вот, перечень, значит, приоритетных направлений, где они могут привлекаться, тоже, он сокращается. То есть создаются такие условия объективного характера, прежде всего, да, для того, чтобы, значит, ограничить въезд. Степан Иванович, но чем была привлекательна вот эта вот иностранная рабочая сила? Именно тем, что были невысокие, она была дешевая, прямо скажем, да. Вот высвобождается очень большое количество вакантных мест, получается, да, с принятием вот этого указа главы республики о запрете использовать иностранцев в качестве рабочей силы. Будет ли как-то меняться вот эта вот статья о заработной плате? Ну, я думаю, что... Пойдут ли наши туда работать? Вот, пойдут ли наши работать на этот уровень заработной платы, это большой вопрос, да. Если нашим, значит, местным трудовым ресурсам, я говорю, ну, хотя нет такого определения местного, но мы это понимаем, да, в общем, народе мы об этом говорим, будет привлекательно, конечно, они туда пойдут, так? Никто их насильно туда, конечно, не заставит. Вот, это говорит об уровне жизни в тех странах, да, которые вот приезжают сюда и на 15, на 20 тысяч работают и так далее, отсылают свои деньги на родину. Вот, тем и живут в целом по Российской Федерации. Я думаю, что из других стран, вот именно из стран Евразия, они могут заполнить вот эти вот ниши, скорее всего. Это вот Киргизия, Армения? Это Киргизия, Армения. Но в целом надо сказать о том, что рынки, они между собой тоже поделены. Если граждане Армении в основном, это вот строительство, строительный рынок, да. Киргизия сегодня общепит, так, и сегодня осваивает рынки вот отделочных, внутренних работ, так? Вот, поэтому и, наверное, вот с точки зрения легкой промышленности работает и так далее. Вот, поэтому у них тоже там идет разделение, вот, и, ну, как сказать, вот занять вот ниши, которые более-менее свободны. Я не знаю, может они договариваться, или это вот специфика этих стран, где там более сильная, да. Вот, на самом деле, такое разделение имеется. Степан Иванович, если говорить о прошлом годе, сколько иностранцев прибыло в нашу республику? И какова динамика? Отток, увеличение? Вот, на сегодняшний день мы фиксируем, ну, фиксирует это управление внешней миграцией МВД. На первичный учет в 2016 году поставлено 38 600 человек, да? Так, 38 600, это на 30,4 процента меньше, чем в прошлом году. Так, но это надо понимать, что это первичный учет. То есть люди, которые работали в предыдущих годах, некоторые из них тоже, ну, пролонгируют, продлевают разрешение там, здесь пребывания. Но в то же время существует отток, да. Порядка 42 тысяч людей, вот, иностранные рабочие силы, они уехали к себе на родину. То есть, ну, процесс такой непрерывный, люди приезжают, уезжают. Ну, это отслеживает вот управление внешней миграцией. Скажите, пожалуйста, а насколько было неожиданным вот для иностранных граждан, которые здесь сейчас у нас работают, вот, принятие вот этого документа? Ну, на самом деле он готовился, конечно, мы его готовили с прошлого года, ну, наверное, с полугодия, с осени прошлого года. Потому что нужно было провести большую аналитическую работу, действительно, где могут наши работать, где, значит, они эффективно работают, совместно с Академией наук, я вот так сказал. Вот такая работа ведется, да. Поэтому мы его подготовили, согласовали, вот, в начале года, так, с руководством республики. И сегодня мы его вносим на согласование. Ну, проект указан, согласован практически, да. Я думаю, что в апреле он будет. А насколько это ожиданно или неожиданно для этих стран, я сказать не могу, для людей, да. Потому что, вот, об этом мы говорим только вот на этой неделе, так, какая реакция будет, ну, посмотрим. Ну, вы, наверное, уже сейчас замечаете, какая идет реакция? К вам, наверное, уже обращаются. Ну, люди звонят, конечно, поддерживают, на самом деле. Я скажу о том, что вот не только наш субъект принимает такие решения, и некоторые субъекты тоже принимают. Это право субъекта, защищено федеральным законодательством о правовом положении иностранных граждан. Апитатные национальные интересы тут прежде всего ставятся во главу флага. Прежде всего, конечно, это защита местного рынка труда, это Минтруд России ставит такую задачу только так, да. И вот то, что касается вот ВИЗ, последнее разрешение дается Минтрудом Российской Федерации. Если субъект подготовил, допустим, на 278 мы, да, мы его согласуем с Минвосток развития, они смотрят. После этого комиссия Минтруда Российской Федерации вносит вердикт, да, можно заезжать, значит, из дальнего зарубежья или нет. То есть то, что республика сказала, это еще не факт. Они могут, мы по линии ВКС обсуждаем, насколько действительно обоснован, значит, въезд этих граждан. Степан Иванович, Вы сказали о 14 направлениях деятельности, в которых сейчас будет запрещено работать иностранным гражданам. Как составлялся вот этот список? Как выбирались вот эти, ну вот, Вы уже перечислили там довольно много. Да, ну вот я и говорю о том, что вот эти, ну, во-первых, конечно, очень много на сегодняшний день информации в СМИ, в федеральном СМИ по водителям, которые получают, значит, права и так далее. Ну, не совсем, наверное, правовым способом, да, вот. Это безопасность, да, это транспорт, это такси. Безусловно, медицина, так, и, значит, образование, и дошкольное образование. Это очень важно, так. Сельское хозяйство, например. Вот есть вот страны Евразес, например, у нас дипломы этих стран, Киргизия, Армения, Казахстан и Беларусь, они признаются на территории Российской Федерации, за исключением медицины, юриспруденции и образования. Вот это образование, эти иностранцы здесь, они должны подтвердить, так. Это, во-первых. Во-вторых, конечно, мы смотрим рынок труда с точки зрения тех вакансий, которые у нас есть, и с точки зрения той рабочей силы, которую наша местная рабочая сила может возместить. Это основные критерии, так. Я думаю, что вот этот перечень, значит, направление деятельности по аквейной, да, он обоснован. Ну, будем смотреть дальше и, наверное, расширять будет перечень. Еще этот перечень может быть расширен? Да, конечно, безусловно. А вот интересно, рыболовство вошло, а охота? Почему не вошло тогда? Ну, охота, я... Ну, почему не вошло? Потому что, на самом деле, товарищество охотой-то и не занимается, да. А по рыболовству у нас много проблем и в федеральной земле, так и коренные малочисленные народности. Сейчас мы смотрим, что иностранные рабочие силы продвигать и на север тоже идут, да. Сейчас же многие говорят, вот к нам приехали и так далее. Спасибо. Здесь надо... Спасибо, я благодарю вас за это интервью. Будем ждать, значит, принятия этого уже важного документа. Еще раз напомню, что гостем в студии был председатель Государственного комитета Республики Саха-Якутия по занятости населения Степан Иванович Москвитин. На этом мы заканчиваем. Всего доброго. До свидания. До свидания.